Вот этот сбор... Нужен, да? Нет, нет, он нам как раз... Лишнее вещество нам не нужно. Мы должны тряпочкой, именно тряпочкой, распределить это вещество по холстику. Смотри, возьмешь прогресс тряпочки, небольшой кусок, сделаешь из нее фигушку, вот такую нежненькую, и просто распределишь вещество по холсту. Сейчас, конечно, многовато вещества, часть из него уйдет в тряпку и пусть идет. Или даже сначала сбрей, сбрей мастихином, потому что очень много вещества. Вот так вот сбрей. Что это нам даст? Распределенность даст предсказуемость количества краски везде. И удобство в наштриховывании дальнейших пятен. Ну, например, вот опять ты взяла горло одной, горло другой перемешала. Запрети себе это странное действие. Опытные художники иногда так делают. Но они знают, зачем они это делают. Ты просто намешала кучу ненужной краски. А дальше вот таким штрихом начинаешь наполнять основные пятна. Появится и зеленый. Вот он где-то здесь появится. Появится и коричневый. где-то здесь появится. То есть наполняешь штрихователем. Вот этот цвет одежды, вот те белила уже куда-то ушли. Ну естественно, на вот эту ерунду. Штрихом. Все штрихом. Все штрихом. Нет. Тряпочку возьмем. Часть некую тряпочки. Сейчас с синечкой создадим рисунок всего. Взяла утрамаринчик. Стала намечать дальний план с его надводной и подводной частью. Вот оно. Наполняешь, наполняешь. Островочек. Наполняешь, наполняешь. Островочек. Здесь они слишком одинаковы по размеру. Можно этот сделать более горизонтальным и покрупнее. А этот чуть мельче, более вертикальным. Чтобы была между ними разница. Они слишком одинаковые. На переднем плане вот эту набираешь. Тоже пока только синенькой. Можно наметить. Можно потыкать. Так только намечаем рисунок. Как бы чуть-чуть бледнее, чем оно есть на самом деле. Но, чтобы все тональности произошли. Лодка произошла. Давай. Нет. А, ты шишела этот, да? Да, или вниз. Понял, понял. Угу, угу. Давай сейчас уточним. Слишком оно туда смотрит. Пусть оно больше с каким-то уклончиком будет. И это тоже чуть-чуть с большим уклончиком. У лодок есть аж вот такое закругление. Согласны? И тогда оно аж в перспективу. Хорошо, что они на разных уровнях будут. Отлично. Так, вот эти розовые, желтоватые пятна. Давай кинем в картину. Я взял вот этот аранжевый. То есть сразу не в пользу желтого. В пользу розовинки. Положила, удавила. Положила, положила, положила. Чуть-чуть удавила. Угу. Еще добрала, еще добрала. Сначала не в пользу желтого. В пользу розовинки. То же самое. То же самое. Уголила. Подштриховала. Подштриховала. Да, появляется сразу некая идея отраженного пальчиком. Добрала. Вертикаль. Нарочитую вертикаль отраженностей. Такая углистая. Среда получается в отражении. Вот. Потом уже это отражение будет заслонено. Отраженными деревьями. Да? То есть появится вот этот силуэт. А из-под силуэта будет светиться. Логично, да? Здесь мы. Вот это место вот прямо так и останется. А здесь ты просто потом немножечко помусолишь облачка. В том числе добавляя немножечко утемнений снизу. 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 И у тебя появится облаковидная дымчатость. Правда? Да, 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 да. Так. Возьмем более мощный сиреневый. Толь, как мы море вчера упаковывали. Неким глянцем. Неким глянцем сейчас упакуем и вот это. А потом впишем туда зеленцу. То есть вот такой фиолетово-грязный. Грязь. Грязь. Вот такая грязюничка. То есть это темное. И очень смотри, какое оно темное. Тебя ж не смущало, что оно темное? Это уже оно сиреневое. Грязно-сиреневое тебя тоже не смущало? Какой-то. Грязь. Когда ты наберешь эти все пятна, доберешь-доберешь, начнем разработку этих пятен. Например, травой. Кому. Трешки. Кому. Зеленца. Бирюзово-желый. Вот наши травиночки. Уже начнут появляться цветовые вкуснятели. Согласны? Оранжевые. Зелености с оранжевенькой. Их накидаешь. Кисти. Порисуй. 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 Порисуй вот этих ребят. Мастихинчикам можешь помогать себе в решении их геометрии. Трешки. Согласны? Порисуй. 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 Сюда какой-то грязноватый белый, то же самое здесь, сначала напачкала пятно, потом порезала на бортики, также здесь сначала напачкала темной ель, потом выцепила доски, потом на эти доски усядутся. Вот так густо, материализованно у себя, хорошо? Под ними будет темнота, давай, пачкай, сиреневый. А потом освещенная часть. Но правда здесь у нас другое освещение, может быть только сиреневый. Вот эти веточки, выстроить, 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 выстроить. Характер движения ты видишь? Смотри, из вот таких мелких отрезков. Кладу в ствол. Пустая. Кисть практически пустая. Я пустой кистью, пустой, как я испачкал ее в краску, вытер и пустой кистью создают веточки. Лепесточки. Здесь будет красиво, если будут вот так понатыканы одиночные лепесточки. Здесь будет более поэтично. Стайка. Стайка это толкучесть. Толкучесть листьев. Да? Листьев. А почему бы он не задний план сначала начали? Да там же он почти никакой. То есть мы его чуть-чуть потом тронем. Ну просто мы сейчас себе тут создадим вкуснятину. Даже если бы мы вот сейчас захотели в этом задний план, нам ничего не мешает мутно влезть в задний план. Согласны? А так мы уже себе настроение подняли и дальше пошли. Весь этот чертежик, всю эту архитектуру начинаем выстраивать, вырисовывать. Смотри, не на всю длину. Раз. И уже достаточно. Не на всю длину. Правда? Причем мы обратим внимание, что здесь она бледна. То есть вот какая-то она тут бледная. А вот свет из-под теневой можно усилить. Вот смотри, и здесь усилен. И здесь усилен. И здесь. И здесь. И из-под теневой этот уголочек так дым светиком. Светиком. Преувеличенно. Преувеличенно высветить. То есть даже если на фотографии у природы этого не нашлось, то мы это подсовываем. Ладно? Угу. Потому что это сразу дает предмет в пространстве. То есть именно оттуда рвется свет. Похожим образом. А, больше здесь нет для таких. Ну вот что тут с этим можно делать? Травы тогда? Намусолить его, как ты его и видишь. И красноту эту увидеть. Да. И красноту эту береговой увидеть. И здесь. Вот эти розовости. Сиреневости. Тоже увидеть. Вот эти. Прямо с кистью все это порисовать. Вот. Ну и заодно можешь, конечно, пуститься сюда и тоже чуть-чуть порисовать, помогая пальцем, чтобы несколько мутно было. Не все затирая. Ну, так. Под. Под. Подмутняя. Хорошо? Угу. Вот такое. Стволики берез потом можно вот такой царапочкой добыть. Ну, когда там наберешь их содержание. Чуть бледнее. Призрачнее в отражении. Частично можно пальцем набрать, набрать, набрать. А потом еще и кистью помогать и пальцем одновременно. Хорошо? Угу. Можно зеленоватую, синенькую закладывать. К синему зеленцу. Где вы? Кстати, красиво, когда оно будет мало. Все-таки там он переборщил. Вот этот перламутр хочется не замусолить лишними цветиками. Вот что-то такое, чтоб оно было. Так. Перебеливала. Желтее. Важно быть это. Готов. Смотри, как хорошо быть. Готов. Так. Тоже один булгор. Смотри, заслонил другой. Тот заслонил третий. Чем больше заслоненность, тем больше эффект ухода пространства. Темного не хватило чего-то. Не дошло еще. Ты понимаешь, этот темный должен был быть раньше, чем ты до него дошла. Он там очень хочет быть поскорее. Он держит здесь, смотри, сколько у него власти здесь. Мало того, он же еще и отражение, он же создает еще вот это романтическое звучание воды. И вот уже это заслонено береговой. Ты согласна? Да. Смотри, как все поэтапно в разумное уходит. Поколебалась. Подобная же чернота и здесь хочет появиться. И пошире, а тут такая лодка, которая как коньки. Слишком, слишком остра. И тоже своя маленькая тенечка чернявая. Вот это чернявая тенечка тоже. Недопроизошла. 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 Сама густота вот этого. Не стал этот кусок наращивать? Я еще не еда нашла. Ага. Смотри, какие хорошо быть с этим носом мощными. Красиво набрала. Можно еще немножечко этих веточек. У меня не трясутся. У меня руки трясутся. Это хорошо для веток. В общем-то, да. Смотри, кладешь и вытягиваешь пустую кисть. Пустую. Я боюсь. Смотри, никогда параллельно вот так не рисуй. Потому что там рама. Красиво. Красиво. Ну, вообще-то некрасиво, когда совершенно параллельно краю. Вот. Можно еще вытащить здесь вот этих ребят. Ну, если ты боишься веточки рисовать, то, конечно, их попробуй вытащи. Ну, чтоб не было однообразного. Там куст, тут куст. Согласна, да? Вот на таких. Немножко вытащишь. И чуть-чуть пристроишь какой-нибудь... Маленький. Маленький, да. Хорошо. Хорошо. Хорошая здесь травочка. Давай. Поехали. Поехали. Сюда, вероятно, тропинка пошла. Немножко зелененький. Ну, погрубило. Погрубило. Пережелпило. Там оранжево-желтого. Очень заметно. Именно оранжево-желтого. Смотри. Оранжево-желтый. Оранжево-желтый. А то пробовать на какие-то ударчики. Так. Чуть-чуть тронуть. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.